Представьте себе место, затерянное высоко в горах Южной Сибири, где холодный ветер проносится над каменными склонами, а время, кажется, замерло. Это Денисова пещера в Алайском крае, место, которое перевернуло наше понимание древней истории человечества. В 2008 году археологи сделали здесь открытие, которое стало настоящей сенсацией – крошечный фрагмент кости мизинца, принадлежавший не неандертальцу и не современному человеку, а совершенно новому виду – денисовцу. Это открытие не только добавило новую ветвь в древо эволюции человека, но и поставило перед нами вопросы, которые до сих пор будоражат умы ученых и энтузиастов. Кто были эти денисовцы? Как они жили? И почему их следы переплетаются с другими человеческими видами в таких неожиданных формах? Но Денисова пещера – лишь одно из множества загадочных мест на нашей планете, которые заставляют нас пересмотреть историю древнего мира. Давайте погрузимся в эту тайну и попробуем разобраться, что скрывается за этими находками. Начнем с Денисовой пещеры. Расположенная в Алтайских горах, она была известна археологам еще с 1970-х годов как место обитания древних людей. Но настоящий переворот произошел, когда ученые извлекли из слоев грунта тот самый фрагмент мизинца. Анализ ДНК показал, что он принадлежал девочке, жившей около 90 тысяч лет назад, и ее геном не совпадал ни с Homo sapiens, ни с неандертальцами. Так родилось понятие «денисовцы» – загадочный вид или подвид древних людей, о которых мы почти ничего не знаем. Интересно, что денисовцы, судя по генетическим данным, оставили свой след в ДНК современных людей. У некоторых популяций, особенно в Меланезии и среди коренных народов Австралии, до 5% генома унаследовано от денисовцев. Это говорит о том, что наши предки не просто встречались с денисовцами, но и скрещивались с ними, создавая сложную мозаику человеческой эволюции. Но находки в Денисовой пещере на этом не заканчиваются. В 2018 году ученые сделали еще одно потрясающее открытие – кость, принадлежавшая девочке-подростку, которая была гибридом. Анализ ДНК показал, что ее мать была неандерталкой, а отец – денисовцем. Это первое прямое доказательство скрещивания между двумя разными видами древних людей. Представьте, 90 тысяч лет назад в этой пещере жили и взаимодействовали три вида людей – денисовцы, неандертальцы и, возможно, ранние Homo sapiens. Это не просто сосуществование, а сложная сеть социальных и, возможно, культурных связей. Но что это значит для нашего понимания эволюции? Были ли эти виды ближе друг к другу, чем мы думали? И как их взаимодействие повлияло на развитие человечества? Еще одна интригующая находка в Денисовой пещере – это артефакты, которые ставят под сомнение наши представления о технологическом развитии древних людей. Археологи обнаружили украшения, такие как бусы из кости и камня, а также иглы и инструменты, датируемые 5-10-7-10 тысячами лет назад. Эти предметы поразительно сложны для своего времени. Например, одна из находок – браслет из хлорита, отполированный до блеска и просверленный с такой точностью, что это наводит на мысль о развитых технологиях. Для сравнения, такие украшения считались характерными для более поздних культур Homo sapiens, живших десятки тысяч лет спустя. Это заставляет задуматься, могли ли денисовцы обладать знаниями и навыками, которые мы приписываем только современным людям. Или, возможно, мы недооцениваем технологический потенциал других видов. Теперь давайте отойдем от Сибири и посмотрим на другие уголки мира, где были найдены не менее загадочные места, которые также бросают вызов нашим знаниям о древнем прошлом. Одно из таких мест – Гиппогей-Халсофлиени на Мальте. Это подземный комплекс, высеченный в скале около пяти тысяч лет назад, еще до строительства египетских пирамид. Гиппогей – это не просто пещера, а настоящий архитектурный шедевр с залами, коридорами и нишами, напоминающими храм. Но что делает это место уникальным, так это его акустические свойства. В так называемой комнате оракула звук определенной частоты, издаваемой человеком, усиливается и резонирует, создавая эффект, который, по мнению исследователей, мог использоваться в ритуальных целях. Представьте жреца, чей голос в этой комнате звучит как божественный зов. Но кто построил этот комплекс? И почему он был заброшен? Некоторые ученые предполагают, что гиппогей мог быть связан с культом, который использовал звук как инструмент для воздействия на сознание. Но никаких письменных свидетельств об этом нет, и мы можем только гадать. Еще более загадочны пещеры Лонгию в Китае. Это 24 огромные подземные камеры, вырезанные в твердом песчанике в провинции Чжэцзян. Их обнаружили случайно в 1992 году, и с тех пор они остаются одной из величайших археологических загадок. Каждая пещера – это гигантское пространство с колоннами, лестницами и узорами на стенах, созданными с невероятной точностью. Общий объем вынутой породы оценивается в миллион кубических метров, что сравнимо с масштабами строительства крупной пирамиды. Но вот что удивительно – нет никаких исторических записей о том, кто, когда и зачем создал эти пещеры. Они не использовались для жилья, захоронений или хранения, их назначение неизвестно. Более того, следы инструментов на стенах указывают на ручную работу. Но как древние мастера могли выполнить такой объем труда без современных технологий? Некоторые исследователи предполагают, что пещеры могли быть частью забытой цивилизации. Возможно, связанные с добычей ресурсов или ритуальными практиками. Но это лишь гипотезы, и Лонгию продолжает хранить свои тайны. Теперь перенесемся в Турцию, к Гёбек-Литепе, месту, которое называют нулевой точкой цивилизации. Этот комплекс мегалитических сооружений, построенный около 11 тысяч лет назад, перевернул представление о развитии человеческого общества. Огромные Т-образные столбы, украшенные рельефами животных и символов, были возведены охотниками-собирателями. Людьми, которые, как считалось, не имели ни оседлого образа жизни, ни сложной социальной организации. Но Гёбек-Литепе доказывает обратное. Это не просто святилище, а, возможно, центр, вокруг которого формировались ранние сообщества. Самое загадочное – то, что через тысячу лет после строительства комплекс был намеренно засыпан землей. Почему? Была ли это попытка сохранить его для потомков или, наоборот, скрыть от глаз? Некоторые исследователи даже предполагают, что Гёбек-Литепе мог быть связан с астрономическими наблюдениями или ритуалами, связанными с изменением климата в конце ледникового периода. Но, как и в случае с другими местами, у нас больше вопросов, чем ответов. Что объединяет Денисову пещеру, Гиппогей, пещеры Лонгью и Гёбек-Литепе? Все эти места заставляют нас задуматься о том, насколько хорошо мы понимаем наше прошлое. Мы привыкли думать, что история человечества – это линейный прогресс от примитивных охотников к сложным цивилизациям. Но эти находки намекают на то, что в древнем мире могли существовать знания, технологии и, возможно, даже целые культуры, о которых мы ничего не знаем. Были ли денисовцы лишь одной из многих забытых ветвей человечества? Могли ли создатели Гёбек-Литепе или пещер Лонгью обладать навыками, которые мы приписываем гораздо более поздним эпохам? И почему так много этих мест были заброшены или скрыты? Есть и более смелые гипотезы. Некоторые исследователи, хотя их идеи часто отвергаются академическим сообществам, предполагают, что эти места могут быть следами высокоразвитых цивилизаций, существовавших задолго до известных нам культур. Например, теория о допотопной цивилизации утверждает, что до глобальных катаклизмов, таких как потоп или резкое изменение климата, на Земле могли существовать общества с развитыми технологиями, которые затем исчезли, оставив лишь такие загадочные памятники. Конечно, это звучит как фантазия, и без твёрдых доказательств такие идеи остаются спекуляциями. Но даже без таких крайностей очевидно, что наше понимание древнего мира полно пробелов. Взглянем на это с другой стороны. Возможно, дело не в забытых цивилизациях, а в нашей склонности недооценивать способности наших предков. Денисовцы создавали сложные украшения. Охотники-собиратели строили мегалиты, а неизвестные мастера вырезали подземные храмы. Может быть, мы просто не готовы признать, что люди десятки тысяч лет назад были способны на гораздо большее, чем мы думали. Это заставляет задуматься о том, как мы сами, современные люди, будем выглядеть в глазах потомков через тысячи лет. Какие наши достижения покажутся им невероятными, а какие – загадочными и необъяснимыми. В конечном счете, Денисова пещера и другие подобные места – это напоминание о том, как мало мы знаем о своем прошлом. Каждое новое открытие, будь то кость гибрида или древний мегалит, добавляет кусочек в пазл, но общая картина пока остается неполной. Эти места – как послания из глубины времен, которые мы еще не научились читать. Они заставляют нас задавать вопросы, сомневаться и искать ответы. И, возможно, именно в этом их главная ценность. Ведь пока мы любопытны, пока мы стремимся понять, мы продолжаем расти как вид, так же, как это делали денисовцы, неандертальцы и те неизвестные гении, что оставили нам свои загадки в камне и костях. Так что в следующий раз, когда вы услышите о новой археологической находке, подумайте, а вдруг это еще один ключ к разгадке? Вдруг где-то там, в глубине пещеры или под толщей земли, ждет открытие, которое перепишет нашу историю? И кто знает, может быть, ответы уже ближе, чем мы думаем. Субтитры создавал DimaTorzok